всем привет сегодня 25 апреля приехали на рынок закупаться но пока мои ходят закупаются я вот как обычно снимаю цветочки огромные финики канарские сейчас оттеняют необычную красоту фатиния фатиния вступает период активного цветения и скоро вся будет покрыта вот такими вот бежевыми грязно-белыми цветками я в нескольких своих видео рассказывал феврале месяца как она у нас будет выглядеть именно на этом самом месте и вот сейчас обаятельная фатиния гости у нас из юго-восточной азии со своими светлыми сочными красными молодыми побегами и усыпанная белыми цветами выглядит конечно расхитить вот такие вот джунгли джунгли зовут огромные пальмы которые я записывал в январе феврале зимой там он уже лаконос фитолака растет несколько папоротников макрица висит он ее сколько сочной дерево какое-то взошло на пальме ну как какое-то но главное фитолак сочные зеленые краски весны а ведь сегодня только 25 апреля пальмы 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 вот это шелковица молодая вот у нас черешня около почты здесь когда-то был частный сектор вот здесь вот везде были частные дома их было очень много и во время капитальной застройки понятно и было понятно было почти все снесено но вот несколько черешен в садах бывших они уцелели видите сколько у нас ягодок уже черешня пойдет у нас как обычно в мае и в июне числа до 20 июня черешни очень много она усыпана просто плодами она усыпана ягодами смотрите сколько ягод это одна из самых больших черешен такие вот ну видны из автотранспорта вот они залитые солнышком ягодки симпатичное растение здесь дети пасутся постоянно на этом дереве ну по понятным причинам вот она огромная шелковица огромная черешня огромная муж мула высотой в два с половиной этажа а здесь у нас подстриженные красные дубы с их необычной листвой вот они это тоже дуб листопадная форма есть вечно зеленые дубы да у нас их много это вот дубы которые украшают улицу Ленина они очень симпатично выглядят осенью я их записывал они такого насыщенного красного цвета листва мощная зелень дубов сейчас где-то полдень часов двенадцать солнце на юге мы идем на юго-восток вот видите как фатиния растет тапиарные формы просто зеленый бородюр ну сейчас он не совсем зеленый а не обычного необычного цвета коллистимон готовится цвести все в бутонах а под ногами валяются цветы это цветы ликвидамбра вот они о здесь они вместе с плодами вот это опавшие цветы и плоды ликвидамбра вон их сколько валяется усыпанные сейчас улицы огромные бифернерии ну это маленький цветонос он такой бывает фух два с половиной метра нависает над головой так здесь мы наблюдаем отцветающие тюльпаны фиалка новозеландский лен он розмарин он тоже уже все он заканчивает цветение он у нас активно цветет в конце января начале февраля и вот в марте месяце он медленно затухает а потом в апреле сходит на нет вот эти красивые тапиарные формы у нас кедра от ласково вот это зверобой хиткоут чашечковидный симпатичное растение клен длони видный сейчас молодая листва особенно эффектно она выглядит осенью это тоже гость у нас в Сочи из Китая Юго-Восточная Азия Сычуань ооо можжевельник можжевельники у нас в ботаническом саду сейчас активно плодоносят посмотрите сколько можжевельников здесь украшают клумбу Вот это тоже несколько дланевидных клёнов Бесернерия Сейчас мы вон туда пойдём Здесь у нас лаванда Лаванда вот она Крупная Живучки много Маленькие синие цветочки Каллистимоны К этим каллистимонам я подойду через неделю Они конечно будут восхитительно выглядеть Платаны Симпатичные И композиция из фиалок Мелия опадает и готовится цвести Вот это уже бутоны мелии Остался ещё месяц Она у нас активно зацветёт А пока вот Дорожки усыпаны плодами В руки их брать не стоит Видите как на них замечательно мухи летят Вот по этой причине брать их и не стоит Запах у них отвратительный К сожалению несъедобная Сейчас вот так веточку подниму Вот они ягодки Несъедобное растение Но обильно плодоносящее Бывает так обидно Вот так вот все кусты усыпаны Плодами мелии Это плоды магонии Магония активно плодоносит Сейчас Ну понятно Она здесь растёт вдоль дороги Поэтому мы эти плоды не собираем А вот на дачных участках Вполне по вкусу напоминают изюм В общем вкусная вещь Это наши берёзки Адлерские Напоминание всем Что вообще-то Символ России Сегодня здесь конечно фотозона И так до конца лета До сентября И на фоне берёзок Так вот Клён Дола невидный И ели Тоже редкое растение в Сочи Они у нас высыхают У нас два месяца сухие Не выдерживают они Поближе подойду Берёзки наши, берёзки Сочные Уже летние А это лавровый лист Это лавровый лист Здесь когда-то было домовладение Обратите внимание Обратите внимание Просто обратите внимание Я сейчас попытаюсь Обойти Чтобы масштаб понимали Почему лавровый лист Является у нас Ценнейшим медоносом На Кавказе В Сочи Посмотрите Сколько на нём цветов О, здесь Тонна мёда Наверное Вы понимаете Сколько здесь Пчёлкам пришлось Подрудиться Он весь усыпан цветами Это Это невероятно Он очень активно Обильно Массово Цветёт В общем Я в восторге Там вот ещё Где цветы Свежие Вьются пчёлки Это самый большой Лавр из всех Которых Которые я видел У нас В Адлере И он весь Усыпан цветами Посмотрите Сколько их Вот они Залитые солнцем Клумбы Огромные пальмы Клёны Дала невидные Только-только Вот Только-только Ещё цветут Ещё цветут Плодоносят Уже взрослые растения Пестролистные Тюльпаны Смотрите Какие симпатичные Сколько В них Вложено Труда Смотрите Продолжение следует Да, композиции, конечно, классные, можно в Сочи делать. Тень от огромной магнолии. Это магнолия группноцветковая, она будет хорошо цвести буквально через месяц, ну полтора. Напоминание о чемпионате мира 2018 года, который прошел у нас в Адлерском районе. Огромные в Вашингтоне нитчатые, плосковеточники, дейцы. Самшит медленно растущий, вот плоды самшита видны даже. Он у нас свел в конце января, феврале, а сейчас вот орешки уже есть. Правда они не съедобны, будьте аккуратны. березка. А это оливки, вот пожалуйста, композиция. Береза на фоне оливы. Ну или наоборот, олива на фоне березы. Оливки тоже готовятся, видите, олива будет цвести совсем скоро. Это бутоны. Оливы вы теперь увидели. Это у нас лавровишня, местное растение. Так. Калистимончик. Нежный, видите, какой такой пушистый, готовится к цветению. А это бутоны пальмы, пачкоплодника. Китайская веерная пальма. Сочные бутоны с двух сторон. Вот эта вот пальма, вот она, скоро зацветет. Ну, опунция это единственный кактус, который у нас зимует в открытом грунте, не нуждается в укрытии. И зимует неплохо. В свое время эта опунция стала австралийским бедствием, но не это именно, а вообще опунции. Вот, смотрите. Молодые, 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 плоские побеги опунции. А это наша березовая роща в Адлере единственная. Ее вон там лев охраняет, крылатый. Так что в Адлере можно погулять под сенью березок. Правда, под березками растут нетипичные растения для средней полосы. Саговники, обелия, морозник. Вот он, только-только отцвел. Акант сочный, зеленый, пальмы и магония. А, вот дань моде, ремнелепестник. Красный, симпатичный. Красный, как и вон. Редактор субтитров. которые были будут хотеть. Продолжение следует...